В марте была принята резолюция ПАСЭ, которая официально приостановила контакты с официальным Минском и теперь, как говорится, ПАСЭ будет выстраиваться с гражданским обществом и демократическими силами Беларуси. Что это вообще значит для Беларуси? Что для нас это означает сейчас? Сейчас мы работаем над тем, чтобы наше присутствие в Совете Европы стало постоянным, чтобы были созданы соответствующие институты, при которых демократические силы и гражданское общество могли бы работать в Совете Европы постоянно. Фактически мы заняли бы место в Беларуси официальной. То, что было до сих пор, то, что режим каким-то образом принимал участие в работе Совета Европы, но делал это исключительно в своих политических интересах. Теперь мы можем обозначить для себя два таких главных магистральных направления. Это государственное строительство, будущее Беларуси и это общественное развитие. Государственное развитие я бы здесь включил в создание развития таких институтов, как верховенство права, как независимая судебная система, как местное самоуправление. В общественном развитии мы говорим о развитии таких институтов, как средства массовой информации, поддержка средств массовой информации, работа с молодежью, гендерное равенство. В ближайшие несколько недель планируется общение с Советом Европы, с комитетом министров в Совете Европы, который является главным органом по принятию решений. Именно сейчас офис Светланы Сахарновской занимается формулированием этих задач. Они будут согласованы с основными участниками гражданского общества. Скажите, пожалуйста, Валерий, а как это поможет вообще беларусам? Я имею в виду конкретные, наверное, в первую очередь беларусов, которые все еще остаются в Беларуси. В принципе, вся та работа, которую проводит гражданское общество и демократические силы, находящиеся за пределами Беларуси сегодня, вынужденно находящиеся за пределами, она направлена на то, чтобы принести пользу беларусам внутри страны. Понятное дело, что эффективность такой работы была бы выше, если бы мы находились в пределах Беларуси. Но если мы говорим об образовательных проектах, если мы говорим о доступе к качественной информации, объективной информации, то это все то, что помогает беларусам сориентироваться в происходящем, принимать решения, занимать позиции, которые будут основываться на объективной информации, а не на пропаганде. Но подготовка, например, институтов государственного управления для будущей Новой Беларуси, эту работу нужно будет вести постоянно, это будет вести в нескольких направлениях. Основой для этого станет проект новой конституции для Беларуси, которая была разработана общественной конституционной комиссией. И в том числе работа с Советом Европы предполагает возможность получения экспертной оценки на самом высоком уровне для качества таких продуктов, как конституция. Конституция сама становится основой для разработки других законопроектов, скажем, о судебной системе, о политических партиях, о представителе по правам человека. То есть это какая-то, я так понимаю, вы делаете базу для будущих отношений демократической Беларуси и Европы. Но если говорить вот о сегодняшних каких-то суперактуальных задачах, что сегодня вот можно делать? Ну, я скажу, что доступ к информации – это очень актуальная тема. Мы все понимаем, особенно на фоне войны в Украине, мы видим, насколько важен доступ к качеству информации и насколько вредным может быть влияние пропаганды, дезинформации. Очень многие беларусы до сих пор не имеют возможности получать качественную информацию, объективную информацию, находятся под влиянием пропаганды. Это формирует их тоже взгляд, восприятие событий в соседней стране в условиях войны. Если говорить об образовании, то это одна из тех сфер, которая тоже максимально подверглась разрушительному эффекту репрессий. Мы видим, насколько идеология далеко пробирается в систему образования. Практически на всех уровнях она присутствует вплоть до детских садов. И благодаря этому мы можем развивать онлайновое образование, возможность для молодых людей получать образовательный опыт за пределами Беларуси. Совет Европы в данном случае обладает значительной технической экспертизой, которая может отделиться. Также для нас очень важен вопрос гендерного равенства. И это то, что горячо поддерживается в Совете Европы, в парламентской ассамблее Совета Европы. То, что мы хотели бы больше внимания уделять этому вопросу так, чтобы не получилось, что когда произойдут изменения, к которым напрямую причастны белорусские женщины, которые фактически вытащили этот белорусский протест в 2020 году, и сегодня лидеры белорусского демократического движения – это женщины, чтобы не получилось так, что мы вернемся к тому состоянию, которое было до этих перемен, когда все вопросы решались только одним полом. Также была новость, что к июню будет создан свой офис демократических сил при ПАСЭ. Вот можете как-то сориентироваться насчет этой новости, когда это будет, как вообще это будет выглядеть? Пожалуй, на сегодняшний день говорить об офисе именно для Беларуси при ПАСЭ преждевременно, или при Совете Европы вообще, пока это говорит преждевременно, поскольку такие офисы предоставляются тем силам, тем странам или иногда неполностью признанным территориальным образованием, которые обладают уже каким-то определенным статусом. И именно в эту сторону мы идем, чтобы Беларусь, я имею в виду настоящую демократическую Беларусь, чтобы она получила такой статус, и именно вот эта вот работа, которую мы ведем сейчас, она может позволить нам получить такой статус. Почему Совет Европы в данном случае идеальное место для этого? Поскольку эта организация декларирует своей целью и задачей продвижение демократических ценностей, ценностей и принципов уважения к правам человека, и это то самое место, где усилия демократической Беларуси могут по-настоящему быть оценены, может быть придан соответствующий статус, будет это Совет Европы или парламентская ассамблея Совета Европы, это еще будет решено. Но это может стать важным прецедентом для того, чтобы другие международные организации, в том числе межпарламентского характера, могли принимать подобные решения. И это могло бы создать для нас тоже новую динамику, когда признание демократических сил, Светланы Тикановской в том числе, оно стало бы выходить на новый уровень, когда было бы институциональное именно сотрудничество между Беларусью, демократической Беларусью и международными организациями. Как вы думаете сейчас вообще, может ли еще что-то сделать Европа для того, чтобы изменить ситуацию в Беларуси? Остались ли рычаги воздействия какие-либо? По-прежнему остается очень много тех сфер, которые могут быть подвергнуты давлению со стороны Европейского Союза. Прежде всего, я говорю, санкционное давление, но также и политическое давление, и дипломатическое. Если говорить о санкциях, то целые сектора белорусской инфраструктуры принимали участие в войне против Украины, когда российские войска активно использовали нашу территорию. Мы можем здесь говорить о железной дороге, мы можем говорить о Мозырском нефтеперерабатывающем комбинате, это аэродромы, это те, которые использовались для запуска, для взлетов бомбардировщиков, истребителей, штурмовиков России против Украины. То есть мы говорим о целых блоках инфраструктуры гражданской и военной в Беларуси, которые могут быть поставлены под санкции. И таким образом будет подсвечена роль Лукашенко и его режима в этой войне. Если говорить о политической и дипломатической изоляции, дальнейших шагах в этом направлении, то нужно довести режиму, что попытки выкрутиться больше не пройдут, что нужно договариваться с белорусским народом. И, конечно, также третье очень важное направление, третий компонент работы международного сообщества по Беларуси – это поддержка демократических сил, независимых медиа, всех тех людей, которые по-прежнему остаются активно вовлеченными в борьбу за демократические перемены в Беларуси. И мы видим, что и Соединенные Штаты, и Европейский Союз показывают готовность еще больше поддерживать демсилы и гражданское общество. И видно, что это обязательство по поддержке Беларуси, оно не сиюминутное, оно становится более системным. Субтитры создавал DimaTorzok